В Украине решили реанимировать проект танка Т-72МП, разработанный в Харькове в середине 90-х годов прошлого века как вариант модернизации уральского Т-72. Видео с испытаниями танка появилось на YouTube. В 90-е годы Украина получила большое количество танков Т-72, оставшихся от советской армии. Основная часть их была распродана, некоторое количество было использовано в качестве поставщиков запчастей. В те годы много советских танков еще стояло на вооружении стран бывшего Варшавского договора, поэтому Украина намеревалась поучаствовать в программе их модернизации. Так и появился проект танка Т-72МП. В Харьковском конструкторском бюро машиностроения было принято решение о сотрудничестве с иностранными партнерами, в частности французскими. Французы поставили на танк систему управления огнем Саван-15. Автоматизированный прицел наводчика, стабилизированный в двух плоскостях, обеспечивал обнаружение и идентификацию целей днем на дальности до 5 километров. Ночью, при помощи тепловизионного канала, на дальностях до 3 километров. Командир танка получил в свое распоряжение панорамный стабилизированный в двух плоскостях прицел ВС-580. На смонтированный перед ним монитор транслировалось изображение от тепловизора прицела наводчика. Вооружение осталось прежнее, 125-мм пушка, испаренный пулемет калибром 7,62. На танк был установлен дизель 6ТД1 мощностью 1000 л.с., доработанная трансмиссия. Т-72МП получил встроенную динамическую защиту и комплекс оптико-электронного противодействия. Однако заказчиков на танк не нашлось и о проекте на долгое время забыли. Известно, что единственный экземпляр танка простоял все это время в отстойнике участка полигонных испытаний опытного цеха 190 Харьковского конструкторского бюро машиностроения. Что скрывается за выводом танка на испытания, пока неизвестно, но, возможно любые варианты. Спасибо за просмотр. Всем мира и добра.